В частности, когда мы говорим о работе портанолога и обследовании пациентов, это понятное дело, что основной фокус это найти и решить проблему основного заболевания. И те вопросы, которые действительно улучшают качество жизни нашего пациента, это рефракция и суперкласс, они являются хороцитивными. В этом месте говорить о состоянии пациента, для него они являются одними из самых причинений. Ну и в любом случае, без качественной оценки рефракции невозможно найти и правильность различные инфекции, и подошли, и мы можем обуваться, в чем-то причина, в технижных жалобах, что в частности случаев применяются категории мастер-литических, в чем же и пиценное отречение. И в большинстве случаев, когда мы говорим о пациентах, что в данной ситуации мы сталкиваемся с тем, что они будут исследовать определенные алгоритмы. И этот алгоритм будет как-то шалобанангиза, это объективная оценка рефракции, чаще всего мы используем алгоритмом, даже эффективная оценка рефракции. Циклопреки, опять же, по показаниям, если нужно, и исследование в целом классе, это тот этап, который, по сути, нужен для того, чтобы поставить на реальность. Но при этом детских, варительного этапа обследования мы не можем окончательно убедиться в том, в чем же причина с питаниями наших пациентов. Поэтому то, что касается нашего алгоритма, цель сегодняшнего класса – это развиваться. Сколько времени нужно для того, чтобы обследовать пациента. И при этом качестве. Первое, с чего мы всегда начинаем, это сбор жалоба. Одна из данной ситуации, которую мне хотелось исследовать. Если мы говорим про жалоба, то в данной ситуации есть два антидажа. Один из них жалоб, которые явно для пациента. То есть это то, что его безусловно. Это то, что его привело к данным приемам. И второй из них жалоб – это структые жалобы. Ежедневно встречается в жизни нашего пациента, чем он занимается, когда он смотрит вдаль. То ли он водит автомобиль, то ли у него потребность в том, чтобы увидеть номер подъезжающей маршрутки. Если мы говорим про близ, то здесь тоже может быть целая масса всяких примеров, начиная от банального чтения, рассматривания смс в телефоне, заканчивая каким-нибудь бисероплетением, там, я не знаю, вышиванием и так далее. Поэтому вот это весь тот комплекс, который мы должны подробно расспрашивать для того, чтобы лучше разобраться, как мы сможем помочь пациенту. Следующий пункт – это пункт, который касается непосредственно обследования пациента. И в данной ситуации мы говорим как раз о авторефрактометрии. И вот здесь бы мне хотелось говорить об одном – о том, что в большинстве случаев специалисты в Украине очень сильно полагаются на данные авторефрактометра, но, к сожалению, в авторефрактометре есть целая масса источников ошибок. И эти ошибки связаны с тем, что у нас глаз живой орган, и в нем есть действующая аккомодация. И в тот момент, когда пациента мы усаживаем перед аппаратом, то, по сути, аккомодация, она не может быть полностью расслаблена. Вот. Из-за этого у нас есть приборная так называемая амиопия. Почему? Потому что мы головой понимаем, на каком расстоянии находится объект. Мы не можем полноценно контролировать расслабление аккомодации. Из-за положения пациента, из-за положения головы, глаза и так далее у нас может появляться так называемые ложные астигматизмы, из-за чего у нас, опять же, данные будут абсолютно неверны, и они могут иметь, скажем так, погрешность, которая не соответствует тому, а что же есть у нашего пациента. Следующее – это диаметр зрачка. И в данной ситуации мне бы хотелось обратить внимание о том, что очень много специалистов в Украине доверяют данным авторефрактометра, которые получаем после того, когда пациенту была произведена циклоплегия, либо в некоторых случаях могут использоваться медриатики. И вот в данной ситуации ширина зрачка будет напрямую влиять на качество данных, полученных от авторефа. Ни один автореф производителем не рассчитан на условия работы в медриазе. То есть автореф он рассчитан на работу в стандартных условиях, скажем так, в диаметре зрачка порядка 3 мм. Поэтому в тот случае, когда вы расширили зрачок пациенту и отправляете его на автореф, вот эти данные, они, к сожалению, не могут иметь большой клинической ценности, потому что, к сожалению, автореф, точность его, точность этих данных, она значительно снижается и достоверность, соответственно, стремится к нулю. Ну и, соответственно, я думаю, многие из вас спросят, а зачем же тогда нам нужен авторефрактометр? И вот в данной ситуации те пункты, которые перечислены, первое, на чем бы мне хотелось сказать, это в действительности очень экономит время. Второй момент, мы сразу же понимаем те вопросы, которые нужно дополнительно задать пациенту для того, чтобы уточнить, потому что данные рефрактометрии, которые мы получили от авторефрактометра, они могут нас натолкнуть на те вопросы, которые мы, возможно, могли упустить в процессе опроса пациента. Поэтому это вот ориентир, который позволит нам лучше и качественнее помочь пациенту и гораздо быстрее, чем это могло бы быть без него. Второй пункт, это вот непосредственно субъективное обследование пациента рефракции. И в данной ситуации на слайде есть таблица. Почему? Потому что здесь мне бы хотелось обратить внимание, что когда мы проверяем остроту зрения, то по стандартам, которые описаны в советской литературе, о том, что мы, как оценивается острота зрения, что там пациент, например, в 10-й строке, в 9-й, 10-й строке, может сделать до двух ошибок. И таким образом мы записываем результаты визуса. В данной ситуации мне бы хотелось обратить внимание, что в процессе работы с пациентом со стороны рефракции, то мы должны оценивать и записывать и считать каждый названный аптотип. Поэтому в данной ситуации основная роль, которую мы должны, скажем так, вычленять в процессе работы с пациентом, это каждый названный аптотип на табличке. То есть нас интересует количество угаданных аптотипов, при этом качество их угадывания. Потому что в большинстве случаев, если пациент говорит «не вижу», то это понятное дело, что все, он не распознал аптотип. Но если он пытается назвать, например, на однотипные аптотипы, такие как в русском алфавите, это может быть «К», «Н», «И», то есть это похожие аптотипы, которые пациенты могут путать. И вот в данной ситуации вопрос каждому из вас, а засчитывать это как ошибка или это все-таки он, возможно, спутал и, ну, скажем так, практически угадал. Поэтому в данной ситуации как бы то, к чему хочу призвать, это то, чтобы достоверно оценить, скажем так, рефракцию, то нам нужно уделять внимание не целой строке, а каждому отдельному аптотипу и качеству его распознавания со стороны пациента. Итак, оптометрический алгоритм обследования рефракции, он состоит из нескольких этапов. Первый этап – это поиск сферы. И поиск сферы, он может идти по двум направлениям. Одно направление описано достаточно широко в постсоветской литературе, когда первое стекло мы должны пациенту предложить плюс 0,25 и дальше постепенно его увеличивать. Либо другая методика – это оптическое затуманивание, которое широко описывается в зарубежной литературе. И сейчас уже все больше и больше занятых людей в этой сфере говорят и употребляют этот термин. Поэтому мне бы хотелось как раз вот на практике показать, а что же такое оптическое затуманивание и что такое наращивание положительной сферы, о котором мы говорим. У нас пациент на сцене. Его зовут Егор. Егор, здравствуйте. Добрый день. Егор у нас имитропезирован. Он носит контактные линзы и на сейчас мы будем проводить овер-коррекцию. Поэтому мы уже надели пробную оправу и сейчас мы проведем обследование рефракции одного глаза и, соответственно, второго. Один глаз мы проведем методикой затуманивания и второй глаз мы проведем, наоборот, увеличивая плюс от нуля. Первое, с чего всегда начинается – это проверка остроты зрения вдаль. У нас есть таблица, она, понятное дело, находится, скажем так, ближе, чем положено. Однако размер оптотипа соответствует данной дистанции. Поэтому, Егор, пожалуйста, читайте, если видите над красной подчеркнутую. Вижу, D, F, O, D, P, O, T, C. А под ней? L, E, F, O, D, P, E, C, T. Отлично, а еще ниже? Угадываю. Давай. F, D, F, L, T, C, T, O. Отлично. То есть у нас пациент прочитал остроту зрения 2.0, при этом сделал всего лишь две ошибки в строчке. По правилам затуманивания мы должны перед глазом поставить оптическую линзу положительную такой силы, которая дала бы остроту зрения равную 0.2. То есть не больше, чем 0.2. То есть с этой линзой пациент у нас не должен читать, грубо говоря, строчку номер 3. Поэтому я поставлю для начала как раз такую затуманивающую линзу, которая равна 2 диоптриям, плюс 2. Первая, вторая строчка читается? Первая, да. И вторая, F, P. В третьей, может быть, что-то получится угадать? Нет, ничего. Отлично. То есть в данной ситуации мы затуманили. В литературе описывается плюс 2, 2.5, может быть, даже до 3 доходить. Но в данной ситуации то, о чем бы мне хотелось сказать, что наша цель не выбрать сферу, с которой будет достаточно. Наша цель выбрать ту сферу, которая даст количество названных оптотипов, которые нас интересуют. И нас интересует то, чтобы пациент с затуманивающей линзой не мог видеть строку под номером 3. То есть острота зрения была равной 0.2. В данной ситуации у нас затуманивания достаточно. И пока я это говорю, я это делаю умышленно, у нас, у пациента аккомодация расслабляется. Потому что тот момент, который мы должны учитывать в работе аккомодации, что момент напряжения, он гораздо быстрее, чем процесс ее расслабления. Поэтому, когда затуманили, сделайте небольшую паузу. Вы можете задать простой вопрос пациенту, либо подождать буквально 5-10 секунд для того, чтобы произошло расслабление. И после этого вы можете приступать к растуманиванию. Процесс растуманивания это то, что приводит к уменьшению силы сферы перед глазом. То есть мы должны уменьшать плюсовую линзу перед глазом пациента. При этом есть определенное правило. Замена стекла должна производиться таким образом, чтобы ни секунды времени пациент не мог смотреть без положительной линзы. То есть у нас пациент должен всегда смотреть через плюсовую линзу. При этом, что важно, мы не должны наслаивать плюсовую линзу одну поверх другой. Почему? Потому что мы можем перетуманить. И тем самым мы можем, наоборот, не расслаблять, а стимулировать аккомодацию. Потому что она включит сатанический компонент аккомодации, в результате чего у нас, наоборот, повысится, а не расслабится. Поэтому острота зрения у пациента в процессе смены стекол должна составлять постоянно в пределах 0,2. То есть ни меньше, ни больше. Ну и, соответственно, когда мы растуманиваем, мы растуманиваем с шагом 0,25. И тем самым у пациента будет повышаться острота зрения. И мы, соответственно, контролируем вопросами не лучше, хуже. А мы всегда просим одно. Просим читать и называть оптотипы. И по ним мы оцениваем, качество зрения стало лучше или хуже нашему пациенту. То, чего мы ожидаем, то в процессе растуманивания у пациента острота зрения должна увеличиваться. А скорость увеличения должна соответствовать приблизительно тому, что мы растуманиваем с шагом 0,25. Соответственно, острота зрения должна повышаться на одну децимальную единицу остроты зрения. Для того, чтобы не заморачиваться с заменой стекол, я предлагаю, ну, я лично пользуюсь тем, что предлагаю пациенту закрыть, открыть глаза. Это гораздо проще для меня замена стекол. И гораздо лучше, чем играться с наслаиванием и так далее. То есть минимизируем ошибки. Поэтому, Егор, закрываем глаза, открываем по команде. Открываем. Пробуем читать третью строчку. Угадываем. Да. Ф или Т. О. З. Отлично. Закрываем. Четвертую строчку. Буду угадывать. Л. П. И. В. 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 Закрываем. Пока пациент будет смотреть, я хочу прокомментировать два момента. В. 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 момент который мы должны объяснить пациенту перед началом этого теста потому что мы затуманили зрение и затуманивание это расслабление аккомодации покой аккомодации не каждому пациенту с скажем так комфортен второй момент к что мы знаем мы знаем о том что плюс положительная линза она увеличивает размер ретинального изображения и в этот момент у пациента падает контрастность этого изображения из-за чего наш мозг наша зрительность анализатор он не нравится качество картинки и в большинстве случаев если вы не договоритесь пациентом перед началом этого этой манипуляции вы можете получить такую реакцию что он будет горит я не вижу и в данной ситуации а как интерпретировать данные поэтому этот момент он требует объяснения коммуникации с пациентом о том что вам будет плохо видно вам будет казаться что все размыто не ждите максимальной четкости а старайтесь угадывать если вы это сможете если вы не видите то так и говорите я не виду не вижу или я вижу пятнышко вместо оптотипа поэтому егор время прошло попробуйте прочитать строчку у меня сразу же на несколько улучшилось отлично могу красную опять-таки тену угадать отлично где отлично все оптотипы верны под красной получится что-нибудь то л отлично две ошибочки а строчку ниже не как закрываем открываем нижнюю до это самая нижняя строчка элки так а еще последний и перед ней и отлично то есть у нас острота зрения до того когда мы затуманили она соответствовала полной строке сейчас у нас пациент мы растуманиваем и мы добились того что он читает нижнюю строчку и при этом в этой строчке у нас находится восемь оптотипов и из восьми оптотипов он делает две ошибки поэтому на сейчас я считаю что я ну к сожалению не нужна другой таблицы для того чтобы проверить может быть еще есть то есть еще мельче аст эти оптотипы если бы были то я бы попробовал поставить его женщин плюсовую лист для того чтобы проверить для того чтобы проверить не улучшится ли острота зрения но так как у меня есть предел нижней строчки и мы грубо говоря на момент без затуманивания у нас была нижняя строчка полная но сейчас у нас после растуманивания у меня получилась эта строчка двумя оптотипами поэтому понятное дело что следующий шаг растуманивания на 0 25 вас может читать всю строчку но вопрос в том что а достаточно ли я уже как бы дошел до того страты зрения которая является моей целью данной ситуации я выбираю остановиться потому что остаток плюс 0 75 которые есть у пациента сейчас перед глазом это как раз вот та линза которая соответствует его рефракции то есть мы добились максимальной остроты зрения которая у него была потому что те две ошибки которые есть мы можем опустить потому что в действительности как бы он их не угадывал но это однотипный оптотип потому что спутать букву в английском алфавите один с очень легко и точно так же как вместо и назвать ф это тоже принципе похоже поэтому данной ситуации я оставлю сферу первую вот такую поэтому первый скажем так первая тактика обследования до которая с методикой затуманивания она вот выполняется вот таким вот образом то есть мы добавили максимум плюса для того чтобы получить остроту зрения не больше чем на два и потом не торопляясь шагом 0 25 мы рассматривали и выбрали ту сферу которая дает наибольшую остроту зрения наибольшее количество оптотипа следующий глаз 2 мы проверим другой тактика тактика которая описана скажем так в стандарте во всей литературе и мы проверим остроту зрения без коррекции и потом будем постепенно увеличивать плюс перед глазом для того чтобы попробовать дополнительно расслабить аккомодации потому что плюсовые линзы они способствуют тому что они выключают аккомодацию тем самым они расслабляют целярную мышцу поэтому в данной ситуации когда мы говорим о зрении вдаль наша цель получить максимальную остроту зрения в условиях покоя аккомодации поэтому тот плюс который я поставлю перед глазом пациента он будет способствовать тому что его аккомодация будет расслабляться тем самым я буду получать то что грубо говоря обменяю плюс на его астонопические жалобы то есть плюс перед глазом это спокойствие и свобода от астонопии но это мое отношение положительным линзам поэтому как бы нужно быть каждому специалисту который работает в вопросах рефракции быть щедрым на плюса для того чтобы пациента облегчать качество жизни и забирать его астонопические жалобы которые были предварительно выявлены в этапе сбора жалоб и анамнеза поэтому и гор пробуем читать если над красно видно читайте эту строчку красную вижу д и и f и о ки и си ниже нижнюю нижнюю л и f о д пи сети и еще ниже f д п л т о или си и о лисе лично то есть по сути нет ошибок но есть два спутанных аптотипа ну и теперь значит смотрим на эту строчку на нижнюю и я теперь буду добавлять по плюс 0 25 и вы мне даете короткий ответ могу прочитать нижнюю строчку или не могу сейчас могу по тому же принципу угадывая угадываю хорошо закрываем открываю сейчас угадывать получается трудные труднее труднее я не могу 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 закрываем открываем не час нет нижней нижней уже не точно отлично и вот это как раз тот момент когда нужно сделать паузу опять же мы помним что аккомодация расслабляется немножечко медленнее чем напрягается поэтому нужно сделать небольшую паузу для того чтобы аккомодация успела откликнуться на тот на тот плюс который у нас стоит перед глазом для того чтобы мозг успел докричаться до целярной мышцы чтобы она смогла расслабиться поэтому сделали небольшую паузу задали какой-то вопрос предложили чая кофе вашему клиенту ну вот и после этого просим прочитать еще раз эту строчку попробовать угадывать что-нибудь в этой строчке нижней получится убирать мне кажется да f а у пи л ки си и отлично то есть у нас здесь тоже получается две ошибки в этой строчке потому что вместо пи названа эфире и вместо дина званоси поэтому хорошо для того чтобы уже быть окончательно уверенным я попробую еще все-таки добавить плюс закрываем открываем сейчас нижней строчки не сообщение чего общение чего значит это уже линза будет лишний вернемся на предыдущий шаг закрываем открываем отлично вот у нас получается первый шаг сделан двумя разными тактиками какую тактику выбрать зависит от того а кто у вас сидит в кресле если у вас пациент скажу шаг школьник студент то есть тот человек у которого мы ждем например там активную аккомодацию кого по возрастным нормам амплитуда аккомодации достаточно большая в данной ситуации для того чтобы лучше расслабить аккомодацию добиться объективных результатов рефракции то однозначно будет тактика затуманивания если мы говорим о пациентах которые скажем так уже с возрасте то есть это старше 25 лет это люди которые там данных авторефрактометра не имеют например цифры там ну допустим и там цилиндр до 0 5 не больше и сфера при этом что-то около там 0 либо даже небольшая минусовая рефракция то в этой ситуации можно пробовать вот как раз пользоваться другой методикой которая немножко поможет вам сэкономить время поэтому первый этап пройден следующий этап который у нас идет в алгоритме это определение цилиндрической компоненты рефракции здесь момент который я упустил это то что касается основного правила в актоме 3 да то есть это основное правило поиска сферического компонента о том что сферический компонент рефракции равен силе максимальной положительной линзы или минимальной отрицательной линзы к с которой можно получить максимальную остроту зрения это вот как раз то что мы делали то есть мы выбрали максимальный плюс с которым пациент может читать ту же строчку поэтому по сути мы сохранить то же самое качество зрения добавили плюс перед глазом тем самым мы способствовали тому чтобы мы расслабили его аккомодацию и в этот процесс мы должны понимать что вот плюс который находится перед глазом возможно это и есть причина например астономических жалоб которые могут быть связаны с тем что у нас пациент например в данной ситуации гиперметроп немножко я говорил в начале о том что у нас пациент с коррекцией на самом деле это не об который перекоррегирован поэтому опять же делайте выводы но смысл заключается в том что в на этапе поиска сферического компонента рефракция мы должны найти ту сферу которая максимально положительную либо минимальной и минусовую линзу для того чтобы расслабить аккомодацию следующий пункт здесь как раз вот касается непосредственно работы с цилиндра вот и здесь в определении цилиндрической компоненты рефракции нас два пункта первый пункт это его поиск и вот искать цилиндр мы можем скажем так несколькими путями которые причислены на слайде первый самый простой это использовать данные авторе про гератометра и то что мы должны сделать мы должны грубо говоря взять половину цилиндра который нам был в распечатке соответственно предварительно его поставив во праву и дальше уже поверх этого цилиндра проводить манипуляцию поиска сферы то есть либо задуманивать либо добавлять положительные линзы другие два способа это лучистая фигура и использование джексон кросс цилиндры вот для того чтобы констатировать наличие цилиндрической компоненты здесь сегодня я вам так как у нас нет данных авторефрактометра сегодня мы пойдем по тактике работы с кросс цилиндром кросс цилиндр это вот такой вот линза на рукоятке которую можно вращать при этом у нее в противоположных осях находятся цилиндры разные силы то есть положительная отрицательная часть и при этом мы выполняем тест данной ситуации просим пациента смотреть перед собой и подставляем перед глазом цилиндр в разных меридианах сначала проверяем прямые оси и спрашиваем то есть мы подставляем говорим предупреждаем о том что будет немножечко хуже видно но из двух положений нужно выбрать тот вариант когда точки на тесте будут круглее вариант 1 повернули вокруг оси вариант 2 еще раз 1 2 2 отлично и в данной ситуации мы должны определить когда когда лучше вот если нам пациент говорит что лучше второй вариант то мы должны определиться с каким цилиндром мы хотим работать я предлагаю работать с отрицательным цилиндром но это зависит скажем так вы можете выбирать работу как с отрицательным так и с положительным цилиндром в зависимости от того как вам удобнее на сейчас опять же для демонстрации я буду использовать и ориентироваться на данные отрицательного цилиндра поэтому выбран тот вариант когда цилиндр у нас расположен на 90 градусов после этого мы смещаем и проверяем косые оси вариант 1 вариант 2 еще 1 пожалуйста 1 1 1 отлично то есть у нас пациент говорит о том что аптотипы круглее в тот момент когда у нас отрицательный цилиндр находится на 90 градусов и вторая косая ось у него находится как раз на 45 градусов он тоже говорит о том что вот этот вот вариант мне лучше стоя понимаю я понимаю что его минусовый цилиндр находится в промежутке вот 90 до 45 соответственно что я должен сделать я теперь должен взять цилиндр и поставить его в оправу вопрос а какой цилиндр взять и куда его поставить поэтому правило следующее для определения так как у нас у пациента высокое острота зрения то для определения цилиндрической компоненты я использовал кросс цилиндр плюс минус 0 25 минимальной силы потому что предполагаемый цилиндр который может быть у пациента он находится вот как раз в пределах 0 25 диопты поэтому я взял минимальный кросс цилиндр который у меня есть у меня их 2 это плюс-минус 0 25 и плюс-минус 0 5 я знаю наборах есть еще плюс-минус 0 12 к сожалению у меня такого нет но в данной ситуации я бы взял как раз еще меньше для того чтобы точнее работать но так как нет к сожалению плюс-минус 0 25 правило следующая если кросс цилиндр плюс-минус 0 25 цилиндр который я должен поставить он должен быть равен 0 5 и в данной ситуации мне бы хотелось напомнить что у нас у пациента сейчас к после поиска сферы у нас стоит сфера эквивалент у нас нет цилиндра и когда я добавлю цилиндрический компонент рефракции то в данной ситуации я вмешаю сферой эквивалент то есть сфера которая у него сейчас находится это плюс 0 75 если я добавлю минус 0 5 то я сфера эквивалент уменьшена четверть то есть его будет сумма сфера эквивалента коррекции будет равна плюс 0 5 а это уже изменение рефракции данной ситуации мне бы хотелось это делать компенсировать задача когда мы работаем цилиндрическим компонентом задача сохранять сфера эквивалент в окуле да поэтому в данной ситуации вместе с постановкой цилиндра я поставлю дополнительно еще и сферу то есть у меня будет сфера плюс 1 а цилиндр 0 5 закрываем глаза и открываем я поставил на то есть цилиндр минус 0 5 сфера плюс 1 и ось я поставил куда нам не уткнулась нам не уткнулась на 60 градусов поэтому дальше что мы делаем мы приступаем непосредственно к следующему этапу этот этап касается уточнение цилиндрической компоненты уточнение мы проводим по двум пробам это осевая оба и силовая случае когда мы проверяем ось то мы совмещаем скажем так середину расстояния между метками цилиндра кросс цилиндре с осью цилиндрово брать поэтому либо как просить говорить это рукоятку ставим по оси цилиндрово брать и дальше предлагаем два варианта поэтому вариант номер один или второй вариант а еще 2 еще разок 1 чуть-чуть 1 но не критично может быть 1 чуть-чуть 1 то есть пациент у нас выбирает первый вариант и я соответственно смотрю где у меня находится минусовый цилиндр минусовый цилиндр находится в сторону горизонтальной оси то есть мне нужно повернуть цилиндр в сторону смещу его допустим там на 5 градусов то есть у меня будет 55 нас было 60 теперь 55 градусов и опять же я пред предложу вариант номер один вариант номер два и нужно здесь объяснить пациенту о том что мы ищем когда эти два варианты будут приблизительно одинаково плохими или можно еще 1 5 1 или это вариант 2 а им еще разок одинаково одинаково это говорит о том что вы значит нашли ту ось которая нас интересует после этого мы приступаем проверки силы и для того чтобы проверить силу мы теперь должны совмещать метки кросс цилиндра с метками цилиндра в оправе вариант 1 вариант 2 1 лучше 1 лучше вполне предсказуемо то есть на положительных метках кросс цилиндра пациент горизонтального лучше соответственно мы должны уменьшать цилиндр закрываем открываем первую замену цилиндра в оправе мы делаем без компенсации сферы почему потому что мы уменьшили цилиндр на 0 25 соответственно мне сферу нужно было бы уменьшить на 0 12 сожалению меня такой возможности нет поэтому сфера остается даже и еще раз делаем силовую пробу совмещая метки вариант номер один вариант номер два а еще разок один или два какой из них лучше или одинаково плохо одинаково разбита одинаково разбит еще раз 1 1 1 1 данная ситуация мы нашли то что у пациента есть цилиндр на 25 почему потому что на силовой продан говорит одинаково ну и теперь вот как раз мы понимаем следующее что изначально наша сфера эквивалент равен был плюс 075 мы к этому сферу эквиваленту добавили четверть диоптрии но по ходу силовой пробы мы нашли что цилиндр меньше все-таки чем 05 поэтому у нас небольшая перекоррекция по сфере и вот тут вполне логично провести пробу уточнение сферического компонента рефракции уточнять сферическую компонент рефракции можно несколькими путями и поэтому мне бы хотелось показать это на слайдах это то что мы можем сделать мы можем делать доохромный тест либо проба раз в положительной отрицательной сферой доохромный тест на сейчас я не буду на нем останавливаться почему потому что скажем так не у каждого есть проектор вот второй момент доохромный тест достаточно капризен в качестве того насколько он на как освещен и второй момент опять же а кто сидит кресле потому что оптические помутнения сред они приводят к не к ложным ответом со стороны пациента другой стороны пациенты с активной аккомодации тоже к сожалению доохромный тест не будет показателем этой ситуации поэтому ну как минимум в арсенале любого специалиста должно быть два разных теста для того чтобы проверить себя и в любом случае в работе только с доохромным тестом важно помнить что если по ходу теста вам нужно изменить силу сферы больше чем на пол диоптрии то в данной ситуации тест не работает для конкретного пациента поэтому это тот критерий который вы оставите у себя скажем так в памяти для того чтобы брать данные или не брать данные которые у вас получились до огромных тестов на сейчас мы проведем пробу со сферой вот и для того чтобы провести пробу со сферой положительной отрицательной нам нужно две сферы плюс на 25 и минус на 25 и в данной ситуации мы просим посмотреть на и попробовать прочитать нижнюю строчку f ги п л ки си и у отлично то есть у нас на этапе поиска сферы было две ошибки на сейчас цилиндрическим компонентом которые мы нашли у нас уже нет ошибок в этой строчке но в данной ситуации опять же мне бы хотелось иметь дополнительную строчку но так как или нет все равно попробую значит первое стекло которое мы ставим перед глазом это будет плюсовая линза и при этом наш вопрос о том что стало лучше хуже или также хуже уже но при этом скажите пожалуйста прочитать могу или не могу угадывать получается я угадывать тогда угадывайте всю строчку f не угадаю и lf или т дальше не угадаю просто ну ау 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 отлично то есть данная ситуация у нас пациент угадал 3 оптотипа из восьми то есть у нас больше половины строчек ошибок поэтому я понимаю что эти плюс на 25 однозначно личные потому что они ухудшают остроту зрения на пол строчки пол строчки в данной ситуации это четыре оптотипа то есть мы потеряли больше чем четыре оптотипа и это тот критерий которого нам нужно придерживаться поэтому в следующий момент это минус 025 но было бы конечно же критерием для того чтобы оставить ее перед глазом это пациент называет больше оптотипов на так как назвать больше невозможно мы остаемся на той рефракция которая была опять же предложив ее вы заметили пациент наш начал улыбаться ему все-таки это больше нравится потому что понятное дело увеличенная контрастность то есть минусовые отрицательные линзы что они делают они уменьшают размер ретинального изображения и повышают контрастность поэтому в этой ситуации пациенту гораздо комфортнее и наш зрительный анализатор он просит о том что оставь мне этот минус поэтому пожалуйста будьте внимательны когда вы работаете с пациентами потому что пациент может как раз вот обманывать этим моментом и заводить вас заблуждение в том что нужно увеличивать отрицательные линзы перед глазом пациента на самом деле это абсолютно не так поэтому основной критерий это количество названных оптотипов и так таким образом мы скажем так проверяем цилиндрический компонент рефракции проводим пробу скажем так с уточнение сферической компоненты и после этого мы приступаем последнему этапу который связан с рефракцией это бинокулярный баланс в данной ситуации я ну скажем так проигнорирую да то есть второй глаз но сэкономим немножечко времени вот и предположим что у нас у пациента проведен этап цилиндрической компоненты просто для демонстрации покажу что такое бинокулярный баланс бинокулярный баланс для того чтобы проверить провести этот тест нам нужно пациента его зрение затуманить до 0 75 диоптрий то есть после того когда вы прошли этап поиска сферы на поиска цилиндра уточнение цилиндрической компоненты уточнение сферической компоненты монокулярно после этого вы можете как раз переходить к этапу проверки бинокулярного зрения вот и вот перед тем как это все проверить вам нужно сбалансировать аккомодацию и это один из дополнительных шагов которые вам позволит еще дополнительно расслабить цилиарную мышцу поэтому для того чтобы сделать бинокулярный баланс мы должны затуманить остроту зрения нашего пациента на 0 75 то есть мы должны поверх коррекции которая есть у него мы должны поставить плюс 0 75 так как у нас 0 75 занята насколько я помню да так и есть то мы поставим соответственно так значит 175 здесь будет у нас давай вот то есть данный ситуация важно пациента предупредить что я вам сделаю хуже зрение поэтому пожалуйста открывайте оба глаза и попробуйте прочитать например там пятую или четвертую строчку начну с 4 л и иди ниже пи и cfd затуманили мы понимаем что острота зрения и соответствует дополнительному затуманиванию следующим этапом мы должны диссоциировать то есть мы должны закрыть по очереди один глаз и соответственно второй глаз и просим смотреть например на четвертую строчку ее видно видно угадывать могу отлично и пожалуйста сравните качество того как видно эту строчку одним глазом и вторым как с лучше видит каким глазом удобнее вот так вот так чуть вот также на левый класс у нас видит эту строчку четче соответственно что мы должны сделать мы должны этот глаз наградить и не должны наградить его как раз дополнительно плюсовой линзой. Закрываем. Открываем. И проводим еще раз диссоциацию. Один глазик, второй глазик. Теперь одинаково плохо? Да, одинаково. Значит, вот в этой ситуации мы как раз сбалансировали аккомодацию. И бинокулярный баланс у нас выполнен. Соответственно, мы забираем то затуманивание, которое у нас было. И на этом у нас этап рефракции закончен. Открываем. На данном этапе у нас рефракция сделана. То есть мы определили сферический компонент, мы нашли цилиндрический компонент, уточнили его. После этого уточнили сферу, провели бинокулярный баланс. И в каждом этапе обследования рефракции мы старались дать максимум положительной линзы, минимум отрицательной линзы, для того, чтобы расслабить аккомодацию. Потому что в тот момент, когда пациент у нас смотрит вдаль, у него должен быть покой аккомодации. Но и при этом для того, чтобы мы могли определить следующие зрительные функции. Поэтому следующий этап по алгоритму нашему, это мы поопределяем зрительные функции. То есть мы добились максимальной остроты зрения при распокое и аккомодации. А можно слайды? Так, отлично. Значит, следующий этап наш, это вот как раз зрительные функции вдаль. Поэтому в данной ситуации мы проверяем только работу вергенции. И в данной ситуации на слайде показан тест шобера, который по сути является скрининговым тестом для того, чтобы определить наличие косоглазия. То есть для этого мы должны перед глазом пациента поставить красный-зеленый фильтр, включить, соответственно, тест шобера на экране проектора, либо монитора, в зависимости от того, что у вас есть. И, соответственно, у нас с фильтрами диссоциируется зрение. То есть один глаз видит зеленые колечки, второй глаз видит красный плюсик. И в этой ситуации мы проверяем то, насколько смещен плюсик относительно кружочка. Соответственно, вопрос, а когда же паниковать? И вот паниковать нужно в тот момент, когда у нас плюсик выходит своим пересечением за пределы кружочка. Вот. В такой ситуации мы должны уже проверять дальше. Вот. То есть проверять количественно и качественно. То есть насколько есть у нас хория, либо может быть даже там тропия у нас у пациента, может быть. Поэтому это один из скрининговых тестов, который достаточно быстро делается. Вот. Другие два теста, кавер и тест Мэдекса, это то, что мы можем также выполнять в процессе своей работы. Для того, чтобы выполнить там кавер тестов, нужно свой заслонка. Вот. И опять же, по очереди, закрывая глаза, мы наблюдаем за движением вазы. Вот. То, чем мы можем воспользоваться? Мы можем воспользоваться, например, на сейчас для демонстрации цилиндром Мэдекса. Это то, что есть абсолютно у каждого офтальмолога в его наборе. Это вот такая вот линза с полосочками. Вот. Для того, чтобы ее поставить, и получается, таким образом у нас происходит диссоциация. То есть в качестве объекта нам нужен фонарик. И фонарик у нас будет, например, фонарик мобильного телефона, который мы также расположим на расстоянии. И сейчас у нас пациент смотрит на источник света. Соответственно, один глазик у нас видит фонарик. Есть фонарик? Ага. Второй глазик у нас видит вместо фонарика полосочку. Да. Так и есть. Скажите, пожалуйста, если у нас, допустим, будет я вот сейчас, это рука фонарик, это рука полосочка. Где находится полосочка относительно фонарика, точки? Это фонарик? Это полоска. Она выше, то есть она получается параллельно, параллельно. Так, а линия у нас как расположена? Вот так вот. Вот так. Отлично. То есть она у нас выше находится? Выше. Намного выше. То есть фонарик, полосочка вот так. Да, на голову. То есть у нас в данной ситуации мы проверяем вертикальную форию. И вертикальная фория подлежит коррекции в том случае, если у пациента она больше, чем по призменной диоптрии. По сути, это ситуация катастрофа. Но в такой ситуации, когда мы сталкиваемся с вертикальной форией, первое, о чем нужно задуматься, а все ли у меня в порядке с посадкой оправы. Поэтому мы проверяем посадку оправы, потому что она по ходу движений могла сдвинуться у нас. И проводим еще раз оценку. А сейчас у нас полосочка проходит через фонарик? Да, да, да. Теперь да. Отлично. После этого мы поворачиваем цилиндр для того, чтобы у нас полоски располагались горизонтально. И теперь линия у нас вертикально расположена. То есть в этой ситуации мы проверяем теперь уже горизонтальную форию. А сейчас у нас фонарик проходит через полосочку. Полоска и точка соединяются или есть между ними расстояние? Есть расстояние, но незначительно, практически рядом. Отлично. То есть если это фонарик, то где полосочка относительно него? Ну практически здесь. Практически здесь. Обратите внимание, то есть пациент нам показывает, что руки не пересекаются. То есть точка и полосочка, они не пересекаются. Значит в данной ситуации мы говорим о том, что это эзофория. Когда у пациента говорят о том, что точка и полоска, они зашли друг за друга, то в данной ситуации пациент будет пересекать руку и руки будут образовывать крест. То есть это экзофория. И вам будет уже легче определить, какой тип у вас находится. Дальше для того, чтобы определить количественно, вы можете предложить пациенту подставить призму и спросить, а что поменялось. Сейчас фонарик и полоска проходят через друг друга? Да. Четко. Отлично. То есть у нас вот у пациента в принципе горизонтальная афория в пределах двух призм вдаль. После этого мы берем источник света и располагаем его вблизи. И все то же самое. Опять же, у нас фонарик и полоска проходят через друг друга или нет? Почти проходит чуть-чуть правее, но почти чуть-чуть правее. Чуть-чуть. То есть она зашла. Да, вот чуть-чуть правее. Зашла. То есть у нас есть небольшой экзот вблизи. И соответственно, давайте попробуем. А на сколько? Сейчас. Но она усилилась. Усилилась. Ничего страшного. Значит, нужно поменять основание призмы. Сейчас. Ну, так же. Не пересекли. Нет, нет. Нужно взять немножко больше. Сейчас. Пересеклись хорошо. Пересеклись. То есть вдаль у нас 2 эзофория, а вблизь у нас 3 эзофория. Что в принципе в пределах норм. Вот таким вот образом проверяются зрительные функции вдаль. И здесь мы заодно проверили зрительные функции вблизи. Кроме этого, вблизи мы дополнительно... Можно слайды? Вблизи мы должны проверить еще то, что касается вдаль. То есть у нас косоглазие мы проверили. Характер зрения проверяется тестом Ворса или Багалини. К сожалению, на демонстрации у нас сейчас этого нет. И острота зрения вдаль, стерео зрения, так как высшая зрительная функция, она определяется дополнительно опционально. Опять же, в зависимости от того, что есть или нет у вас этих тестов. Зрительные функции вблизи. Мы уже то, что сделали, мы проверили тест Медокса для вблизи. Поэтому в данной ситуации мы проверили работу в эргенции. И следующий момент, это то, что касается вот аккомодации. И первое, с чего начинается, это острота зрения вблизи. Поэтому даем табличку на расстоянии 40 см. У нас для этого специально есть линейка. И пробуем читать текст номер один. Антас один закрыт, да? Открыт уже. Первая, да? Первый текст номер. Не обращая внимания на то... Острота зрения вблизь и вдаль, они должны соответствовать. То есть если у острота зрения вдаль, у пациента единица и больше, то острота зрения вблизи должна соответствовать единице. Следующий момент, мы проверяем работу аккомодации. Потому что зрительный стимул на 40 см, он является стимулом для аккомодации. И мы должны проверить то, как сработала аккомодация. Поэтому для этих целей у нас есть относительные резервы аккомодации, которые проверить достаточно легко. Можно проверять их, как написано в книге, постепенно увеличивая плюсовую линзу. И, соответственно, потом минусовую линзу. Для того, чтобы ускорить процесс своей практики, вы можете просто перед глазом поставить плюс 2. И попросить читать текст вблизи на 2 десятых крупнее. То есть текст номер 3. Потемнейший от пыли глубокое южное небо. В данной ситуации, когда пациент читает, мы понимаем о том, что его аккомодация расслабилась, что соответствует норме. Следующий момент, мы должны проверить о том, что все ли мы правильно сделали на этапе рефракции. В данной ситуации закрываем глазки. Открываем. И мы поставим плюс 3. То есть мы должны увеличить плюсовую линзу. И при этом просим, опять же, читать текст номер 3. Получается? Нет, не могу. Не могу. Это абсолютно верный вариант. Почему? Потому что в данной ситуации мы исключаем то, что мы перекоррегировали миопию. И мы исключаем то, что мы недокоррегировали гиперметропию. Поэтому все хорошо. Следующим этапом проверки работы аккомодации мы должны проверить то, каким образом у нас аккомодация может дополнительно напрягаться. То есть с плюсовыми линзами мы проверяли, как она расслабляется. С минусовыми линзами мы проверим, как она расслабляется. Опять же, то же самое расстояние. Текст номер 3. Ну, потемневшие от пыли. С трудом, но получается. Да, с трудом. Что мы понимаем? Что пациенту немножечко тяжелее напрягать его аккомодацию, но при этом он читает. Вот. Если у нас пациент не может читать, например, с предъявленными линзами с плюс 2, и, соответственно, дальше там минус 2, то в этой ситуации мы должны провести тест как положено. То есть начинать сначала, то есть с плюс 0,5, и потом постепенно увеличивать. Соответственно, если не получается читать с минус 2, то вы тогда вытаскиваете эти минус 2 и начинаете с минус 0,5, и дальше постепенно увеличиваете. Вот таким вот образом происходит, скажем так, проверка аккомодаций. При необходимости мы можем проверить амплитуду аккомодации, потому что в случае, когда пациент не дает нам, не читает при проверке относительных резервов аккомодации, нам нужно понимать о том, что в чем проблема. Потому что относительные резервы, они не дифференцируют патологию аккомодации в эргенции, поэтому в данной ситуации нам нужно, во-первых, закрыть один глаз, проверить расстояние. И, опять же, для того, чтобы иметь полные данные в арсенале обследования, нам нужно будет дополнительно провести обследование амплитуды аккомодации. Поэтому этот момент опционально в случае, если у нас есть неполадки, выявленные в относительных резервах. Угол косоглазия. Кавер тест тест Медекса мы уже выполнили, продемонстрировали. Остальные тесты, скажем так, по желанию, по умению, сейчас мы на этом останавливаться не будем. Точно так же проверяются характеры зрения, конвергенция. Это мы даем, например, объект, полосочку и приближаем пациенту, меряем расстояние, на котором он может ее распознавать. Стереозрение, опять же, опционально. И уже непосредственно после этого мы можем приступать к циклоплегии. Опять же, по показаниям. Показания вы написаны на слайде. Это явное косоглазие амблиопия либо значительная гиперметропия. В этих случаях вам понадобится, возможно, как раз применение циклоплегии для того, чтобы полноценно определить состояние рефракции зрительной функции. И последний пункт – это здоровье глаза. Здесь основной момент – это диагностика основного заболевания и диагностика сопутствующих заболеваний, которыми могут являться проблемы, связанные с сухостью глаз. И, соответственно, это то, что требует дополнительной коррекции, потому что это то, что влияет на качество жизни пациентов. В арсенале компании «Алкон» есть ряд семейства «Алкон», которые вы можете выбрать в зависимости от того, какая патология какого слоя выявлена. или назначать комплексный препарат «Системкомплит», который восстанавливает структуру слезной пленки и обеспечивает действие на протяжении 8 часов. На этом у меня всё. Большое спасибо, коллеги. Присоединяйтесь к нашим сообществам, если ещё не успели. Ну и до встречи. Спасибо. Я хочу подякувать, по-перше, Ивана Ивановича, потому что он у нас называется Иван Иванович Кребляк. Ивана Иванович Кребляк. Ивана Иванович, действительно, працювали в «Алкон», и он больше работал на нашем конвере после войны в осенье Шрегуровской. Потому что у него было очень много лекций. Ивана Иванович, спасибо большое для практичных оптемологов. Это остается навсегда в интернете. Ивана Иванович Кребляк. Ивана Иванович Кребляк. Продолжение следует...